Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале, на котором вы всегда найдете оперативные обзоры на все, что появляется на продаже. Началась черная пятница, и как я говорил, я выставляю обзоры на каждую из машин, которые выставлены на продажу и высказываю свое субъективное мнение. И хочу высказать свое субъективное мнение по поводу Defender MK1 за 6500 брать не глядя. Шикарный средний танк, просто великолепная машина по очень классной цене. Машина действительно отыгрывается практически с легкостью, обладает прикольной броней, броня здесь действительно присутствует. Да, кто-то скажет, что не везде, если смотреть вот так на бронирование данной машины, но рандомные рикошеты прилетают практически постоянно, а башня очень классно забронирована с алба, и эта броня закрывает практически всю башню. То, что броней не закрыто, закрывается броней приведенной. Короче говоря, от башенки отыгрывается просто великолепно, и стоит отметить, что орудия здесь действительно шикарные. Четыре снаряда в магазине, которые просто в щепки разносят соперников. 16,5 секунд время перезарядки барабана, снаряды вылетают через каждые 2 секунды. Пробитие вшеломляющее 244 миллиметра и 190 единиц по урону за один выстрел. При этом всем угол склонения орудия вниз целых минус 10. Короче говоря, танк практически идеален. Был бы чуть-чуть попроворней и был бы мега имбой, а так просто имба. Ну что, берем танк и поехали его заценим. Ну что, ребят, поехали. Быстренько затестим Defender. Хотя я даже не знаю, что об этой машине можно еще рассказывать. Как мне кажется, большинство игроков знают, что это за тачка. Ну а те, кто не знают, я думаю, понимают, почему Defender является классной машиной. Хотя бы исходя из технических характеристик по тому, что можно найти в описании. Defender это танк, который будет лежать нормально в руках даже у среднестатистического танкиста. Имеет хорошую броню в башне. Угол склонения орудия вниз минус 10 позволяет классно отыгрывать. От каких-то неровностей, в частности, допустим, вот на этом направлении. Ну и, соответственно, барабан, который перезаряжается внутри всего 2 секунды, позволяет бодро накидывать по соперникам, разбирать их. Если вдруг базового снаряда не хватает, то можно голду использовать. Но, как правило, вы это будете делать очень редко. Так, ну вот здесь я уже косанул. Надо было немножечко получше выцелить. А вот это мне уже не нравится. Слишком много соперников на нас троих. Причем тяжелый танк как-то так странно играет. Ну ладно, как есть, так и есть. Сейчас перезарядимся, будем дальше заезжать к ребятам, будем дальше мять бока. На средних и дальних расстояниях точности больше, чем достаточно для того, чтобы классно отыгрывать. Ну и, соответственно, все это дает возможность получать массу удовольствия от боев. И поверьте мне, если вы любите играть на эстэшках, то дефендер, ну прям создан для вас. Так. Разберешься с ним? Нет. Ну, просто интересно, чем дело закончится. Ну, разберется. Явно разберется. Давай, выноси, товарищи. Скорость, маневренность, все это действительно на хорошем уровне. Вам действительно достаточно и того, и другого показателя, для того, чтобы можно было прорываться по каким-то направлениям, прорываться в тыл к своим соперникам, круто закручивать какие-нибудь тяжелые танки и ПТшки для того, чтобы их разносить. И дефендер действительно на это все способен. Вчера на прямой трансляции я достаточно много боев играл на этом танке по одной простой причине, потому что мне необходимо было выполнить квест с победами на британской технике. И данная машина мне очень сильно помогла. Преобладающее большинство боев, я бы сказал, большая часть с существенным отрывом боев была именно с победами и с очень крутыми результатами по настрелам и по фрагам. Как правило, я выходил из боев с двумя-тремя фрагами, в общем, налегке. Исходя из того ценника, за который сейчас дефендер продается, я считаю, что брать его можно, практически не глядя. Опять-таки, если вы даже средней руки игрок. Здесь не получилось накосить какого-то большого урона, но свой вклад в победу я сделал. В основном рассчитывайте на то, что на дефендере вы будете набивать более 2000 урона. Просто в данном бою у меня не было такой возможности набрасывать прям действительно постоянно. Плюс в начале боя была легкая суматоха в рядах союзников, которые были рядом со мной. А так, в целом, на данной машине урон набрасывать можно с легкостью. В общем, ребят, берите, однозначно не пожалеете. Я пошел снимать следующее видео специально для вас про следующую машину с Черной Пятницы. А от вас жду лайка и подписчики на канал. Буду безумно благодарен. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.